Я по роду своей работы, как директор благотворительного фонда, постоянно вижу людей, которые пережили горе. И есть такая русская традиция реакции на горе, реакция такого сильного человека, который это горе задавил внутри себя и молчит о нём. И как бы ничего не случилось, как бы надо жить дальше. Это на самом деле относится не только к конкретному человеку, это можно и к народу отнести совершенно спокойно. Если у группы людей есть какая-то общая болезненная страшная тайна или просто некая область умолчания, причём болезненная для всех, то это разрушает эту общность. Человек не предназначен к одиночеству, человек не предназначен для того, чтобы быть один, а особенно чтобы быть один в горе. Поэтому нужно ходить на такого рода акции, нужно вслух говорить о том, что вот люди действительно погибли, погибли не очень даже понятно за что. Только в этом случае есть шанс, что вот эта вот боль, живущая внутри людей, которые как-то оказались к этому причастны, что она однажды уйдёт. Продолжение следует...